Всем привет, с вами Ух Студио и я Розу. И глядя на экран, вы наверняка задаетесь вопросом, что это за хрень? Эта хрень является в игру Дворфотрас. Это бесплатная игра, от которой пошло очень много известных хитов, таких как Майнкрафт, наверное, самый известный. Также есть много клонов облегченных, типа Гнамурии, Римворлда и же с ними, которые в принципе все рассказывают об одном и том же. О том, что группа ребят попала не пойми куда и пытается там отстроить свое жилье, точнее городишко, как правило, в итоге борется с напастями и пытается обеспечить себе долгую и счастливую жизнь. Собственно, сама игра в принципе является АСКИ, но я использую графический пакет. Хотя на данном экране он отключен. В данный момент я закончил выбор нового места для своего форта. Я выбрал место, где неплохо с металлами, есть почва, песок, глина и есть самый флюкс-стоун-леер. Это будут камни, которые нужны для производства стали. Также территория считается теплой, то есть меня не будет сильно беспокоить недостаток воды, особенно зимой, когда водоемы замерзают, но у меня непосредственно тут не протекает никакой реки. Остается надеяться, что есть хотя бы какие-нибудь озера и придется воду искать много под землей. Также здесь есть прочая растительность и не самая дружелюбная фауна. Но если сильно не зарываться, то я думаю, что с ней проблем, по крайней мере, на первых порах не возникнет. Я планирую записывать несколько серий этого дела, потому что даже построение маленькой базовой крепости, оно занимает довольно прилично времени. Ну что ж, пора переходить от слов к делу. Управление тут преимущественно на клавиатуре. Меня предупреждают, что я выбрал слишком большую площадь, 5х5 клеток. У меня теоретически возможны лаги, но я думаю, что мой комп это вытянет. Не стоит думать, что игрушка, которая в принципе является ASCII, не может жрать ресурсы. Ресурсов она жрет в принципе довольно прилично и, как правило, чем дальше, тем больше. Я выбираю... Можно нажать Play Now и непонятно, что мне выпадет. Можно саму подготовиться, но я выбираю заранее заготовленный набор, Easy Start. Я с ним уже пробовал и немножечко в курсе, что там есть. В принципе, все самое необходимое в него включено. Так, окей. Мне выдается на старте 7 веселых ребят. Так, сейчас... Точно ли я туда нажал? Так, понятно. Вернуться к игре. Ну, у меня есть люди, обученные разным талантам. Есть строители, каменщики, шахтеры, двое шахтеров. Собственно, я не буду тут долго останавливаться, потому что список профессий, вот он тут виден справа, он довольно большой. И не все из них нужны в начале. У меня, типа, осталось один поинт. Ну, по барабану. Приступим. Так, я сказал... А, понятно, игрушка задумалась. Но это правильно. Она сейчас будет генерить локальную карту и прочее, прочее, прочее. Работы для процессора тут хватает, потому что каждый живой существует из множества органов и так далее. Так. Отлично. Ну что ж. Мы можем приступать. Вот так выглядит графика в том... С теми опциями, которые я себе выбрал. Значит, что у меня есть на карте. Много песка. А, ну и мы... В целом мы находимся на горе. Ну, я, собственно, так изначально выбирал, чтобы тут была гора. Здесь есть какое-то озерцо, которое, видимо, будет снабжать меня живительной влагой. Ну что ж, пора начинать строительство. Сначала стоит выбрать место, где оно будет расположено, значит. Я думаю, что вот где-нибудь вот тут, вот неподалеку от озера, рядом тут есть деревья, кустики и так далее. Я нажимаю D два раза, чтобы указать, что я размечаю территорию под раскопки. И размечаю сразу коридор в 20 клеток. Это будет у меня очень добрый, утыканный ловушками вход. Затем я размечаю площадку 5 на 5 для торговой площади. Еще десяток клеток увожу вбок. Там у меня будет расположен большой склад. Изначальный склад. Он у меня будет 11 на 11 клеток. Здесь же рядом будет у меня еще митинг-рум 5 на 5. Пусть там ребята тусуют. И маленькая комнатушка 3 на 3, где будет расположена лестница на нижнем этаже. С этой разметкой я закончил. Теперь мне нужно сразу же, пока у меня тут ребята прохлаждаются, я сразу буду обеспечивать себе, ну, организую зону для выпаса скота. Для этого я нажимаю I, выбираю место, начало зоны, один из углов, выбираю другой угол. Вот мне сделали Activity Zone 1. Кнопкой N я указываю, так, да, что это у меня пастбище. Заглавное N указывает, что это у меня будет... Точнее, указываю, уже перехожу конкретно в настройки. Соответственно, большая часть управления идет именно с клавиатуры, то есть мыши толку мало. Может, конечно, есть какие-то более продвинутые графические моды, но я на них не относился. Все, что должно пастись, я размещаю сюда. Всякие утки, лошади, ослы. В принципе, все. По кнопке Escape я выхожу из меню этой настройки. Сразу же рядом я буду организовывать помоечку. Это я нажимаю P, выбираю R, Refuse. И создаю область, куда они будут выкидывать всякий хлам. Я думаю, что 10 на 5 будет более чем достаточно. Теперь, с помощью кнопки U я открываю меню моих гномов и указываю, что через кнопку L, что моему шахтеру нужно снять все задачи по переноске. Потому что мне нужно как можно быстрее раскапывать зоны. Так, вот, всякие хаулинги. Я, соответственно, выбираю нужную опцию и нажимаю Enter. В дальнейшем я покажу еще утилиту Dwarf Therapist, которая позволяет все то же самое делать значительно более удобно. Ну что ж. Первые команды я раздал. И теперь можно посмотреть, что будет происходить. Для начала я вообще не помню даже, где у меня эти Dwarf'ы сами по себе пасутся. Где там их зона... А, ну вот. Бегают тут. Или он уже поохотиться собрался? Да, он там. Какая-то скотина уже истекает кровью даже. Так, вот, мне уже прокопали кусок этого прохода. Даже заканчиваю тоже основной, точнее, торговый зал. Ну, несколько леток он оставил. Докопает потом. Сейчас-то не принципиально. Что сейчас будет одна из основных задач, как можно быстрее перетащить все барахло снаружи вовнутрь. Только после этого уже так, ага. И у него... Пострелял, и у него закончились болты. Замечательно. У меня уже активно пошли перетаскивать всякую скотину, курицы и прочее. Ну, правильно. Пусть перетаскивают. А, ну, собственно, на том же уровне, где у меня и было изначальное размещение. Значит, нужно посмотреть, из чего вообще тут земля состоит. Это глина. Это хорошо. На глине, по крайней мере, что-нибудь можно вырастить. Вот у меня закончили делать мой митинг-рум. Я нажимаю И, чтобы перейти в режим разметки зон. Устанавливаю... ...пять на пять, обозначаю ее как митинг-эрея. Все. Теперь все бездельники будут там собираться. Так. Теперь у меня закончили копать под основной склад. Я с помощью кнопки С указываю, что это особенный склад. Указываю ему всю доступную площадь. И теперь по кнопке Т я указываю, что тут будет храниться. Храниться здесь будет жрачка, мебель, боеприпасы, монеты, всякие блоки и тому подобное. Законченная продукция, кожа, тряпки, оружие, броня и тут всякие эти клочки. Я специально не отметил дерево, гемы, драгоценные камни, булыжники, животных, трупы и отбросы, потому что под них потом будут отдельные склады. теперь, раз у меня с этим закончено, я могу начать копать вглубь. Сперва я делаю лестницу вниз, это нажимаю D и J, после чего спускаюсь вниз. Так, сейчас, убедиться, да, вот она мигает зелененьким, значит все окей. А, стоп, нужно два раза нажать Enter. вот теперь она не мигает зелененьким, а теперь тут рисуем такая темная лестница. Теперь я с помощью кнопки И выбираю что-то лестница туда-сюда и забуриваюсь на несколько уровней вниз. Каждый уровень будет чем-то занят. Мастерские, жилые помещения, пищеблоки и так далее. Ну вот, у меня здесь уже размечено. Что ж, даю волю теперь моим шахтерам, пусть работают. Точнее, здесь может, над этим пока может работать только один шахтер. Так, я нашел какую-то галену. Что такое галена? Приходится периодически еще ползать в вики, потому что минералов хреново туча. все не упомнишь. Соответственно, что есть галена? Угу. Ну вот, я специально сюда вынесу руда галенита. Переплавляется в свинец и серебро. Причем, а, всегда одна свинцовая еще есть шанс получить серебро. Ну что ж, серебро, это хорошо, это полезно. Возвращаемся в наш, в наш дворф, к нашим дворфам. Другой, что свинец, там я, а, лаймстоун, лаймстоун, а, блин, лаймстоун, по-моему, это фигня. Вот, был бы лимонит, это было бы хорошо, потому что лимонит это руда железа. Так. Гнайск какой-то, ну, видимо, этот просто камень как камень. О, кабальтит. Вообще замечательно. Теперь, что ж, внизу у нас нету глины. Значит, поскольку я хочу оставить это единственным, то есть весь доступ в крепость будет происходить по этой лестнице, которая потом может быть расширена. Сперва я займусь тем, что обеспечу себе небольшой запас провианта. Конкретно я просто размечу зону. Специально оставил в середине немножечко места, потому что мне нужно там разместить лестницу, что так лестницу они будут выкапывать. Так, здесь, соответственно, будет лестница вниз. Иной вариант, лестницу они могут не выкапывать, а могут построить. Для этого нужны чуть другие навыки. Так, ой, я не там ее начал делать, мне нужно было сделать тут. Так, ну сейчас это можно всегда исправить. designate downstair вверх на клеточку. Окей, а тут теперь designate так, x, чтобы отменить. И вот так я снимаю здесь designation. Также здесь сразу же я буду делать мастерские по основным материалам, а именно обработка древесины, обработка камня, мастерская механика и мастерская ювелира. Все мастерские я делаю 5 на 5, потому что часть территории будет отдана под склады и сама по себе мастерская занимает 3 клетки, ну точнее 3 на 3 квадрат. Без мастерских нет смысла начинать строить спальню. И также раз тут у меня теперь есть место, куда можно все убирать и так далее, я снаружи организовываю склад по древесине, потому что дерево понадобится буквально сейчас. Вот такой будет склад designate T. Указываю вот такой прямоугольник. Ну и все. Пусть теперь как только плотник, точнее у лесоруба появится время, он займется добычей материалов. Шахтер пошел вглубь земли. В этом отношении я ему мешать не собираюсь. Так, нашли еще какой-то полудрагоценный видимо камень, потому что я вообще сомневаюсь, что на такой глубине можно найти что-то реально драгоценное. И у меня два шахтера сейчас дружно копают. Один из шахтеров у меня лидер экспедиции, я не снимал с него задачу по перетаскиванию, но что-то мне на склад ничего не несут. Так, еще раз. Change settings. Эээ, что? Окей, оно у меня не сохранилось. Снова отмечаю всю эту фигню. тряпки, броня и прочее. Escape. Все. Done. Можно так зашел, убедился, все нормально. Леса мне уже какое-то количество наделали. Это очень хорошо, потому что мне сейчас понадобятся стулья, кровати и прочее, прочее, что-то можно сделать из камня, что-то только из дерева. Кровати только из дерева строятся. У меня расчистили достаточно пространства, поэтому нажимаю Build Workshops, то есть BW и выбираю себе Carpenter Workshop. Ну, вот как вариант камня, из чего делать. У меня справа предлагают Limestone, там прочие какие-то деревья, ну и пусть делают из Limestone. Древесина еще понадобится, в частности для того, чтобы был уголь. И теперь аналогично у меня внизу будет располагаться Mason Workshop, то есть это мастерская каменщика. Тоже пусть делается из Limestone. Пока я нахожусь в меню строительства, у меня не происходит, игра ставится на паузу автоматически. Вот мне, к сожалению, они не дочистили пространство, чтобы разметить все склады, но я сразу же размечаю рядом с моим каменщиком склад под камень и еще склад под древесину у меня будет вот тут, рядом с мастерской плотника. Пусть не будет. Сейчас мне важно, чтобы у меня строитель освободился и организовал вот эти все мастерские. Вот тут уже видно, что потихонечку сюда подтаскивают всякое барахло. Вот у меня в частности есть наковальня. Так. У меня прорыли коридор наверх. Это очень хорошо. Так. О, теперь я могу построить мастерскую ювелира. Это соответственно так. Это соответственно в воркшопах выбор J. Или J, как кому удобнее. Сразу ему создаю, раз тут уже все зачищено, создаю ему два склада. Ну, вот таким вот образом делаю склады для всяких драгоценных, полудрагоценных камней. и последнее, которое я жду, мастерская, это мастерская и механик. В принципе, они сейчас уже должны докапывать. Во, отлично. Мастерскую и механика мне докопали. Воркшоп, механик, это у меня сейчас механик, воркшоп это T. Механик тоже в основном использует камень для себя, поэтому я создаю под камень ему тут склад. В дальнейшем я рядом прокопаю еще один склад большой. Даже несколько. Один будет под камень, другой будет под древесину. С ювелиркой чуточку проще. Так, окей, раз там у нас пошла стройка, я теперь начну размещать места под жилье и под рабочие кабинеты. Жилье простейше представляет из себя вот такую колбаску длиной четыре клетки. каждая из клеток будет занята соответствующей какой-либо из построек. Это либо это кровать, сундук, шкаф и дверь. Вот тут у меня лишнего, это я убираю. Так, и пусть вокруг все это прокопает. Зачем нужны офисы, я тоже сейчас покажу, как только у меня закончат работу по мастерским. теперь здесь в слое глины я буду делать себе ферму. Выращивать будем грибы. И не надо тут гы-гы. Так, здесь не надо типа они смотрят через углы, пусть будет все-таки изолированное помещение. И здесь я тоже срываю площадку. Мало ли вдруг понадобится добавить лестницы или еще чего-нибудь в этом духе. Так, а, и у меня здесь еще не расположен камень. Точнее, нет каменного склада. Все. Я снимаю с паузы. И теперь мне нужно дождаться, когда у меня строительство изволит чего-нибудь построить. Я не трачу сейчас время на строительство торгового депо. Сейчас оно просто еще не нужно. Сейчас весна, а караван придет ближе к осени. Так, что тут у нас? У нас похоже, о, сделали мастерскую каменщику. Это отлично, потому что сейчас сразу ее нужно занять. Мне нужен. Так, блин, это мастерская механика. Ошибочка вышла. Тут еще строят. Там не закончили. Блин, они бы делом занялись, то ювелира какого... к ювелиру зачем-то бегают. Мой главстроитель зачем-то пошел поить зверье. Говнюк такой. Тут стройка простаивает без него. Так, о, мне заканчивают делать площадку для фермы. в скальных породах в принципе тоже можно делать фермы, но тогда нужно сперва залить водой, потом воду убрать, и через какое-то время можно будет сеять, когда камень покроется слоем ила. Так, я теперь жму B и P. Это будет построить место для посадок. И с помощью кнопок U и K я увеличиваю площадь всего этого дела. Все. Первый этап с фермы у меня завершен. Нужно дождаться, когда это... О, ура, мне закончили мастерскую каменщика. Все, add new task. Мне нужен table, я жму T, мне нужен трон, это C, и мне нужна дверь, соответственно D. иногда очевидно какие кнопки жать, иногда нифига. Особенно когда много зданий используют один и тот же шоткат. О, блин, а я допустил тут ошибку, сейчас придется переразмечать все, потому что у меня некоторые из комнат оказываются слишком как бы оказались слишком близко, хотя я сделаю вот так лучше. Просто здесь добавлю еще комнат. Я сразу делаю комнаты с запасом, потому что лишними они все равно потом не будут. Так, вот здесь забыл отметить, что тут нужно выкопать. Очень быстро население может вырасти до количества 40 и так далее носов. Соответственно рытье новых спален будет чем-то таким, самим собой разумеющимся делом, которым придется заниматься чуть ли не постоянно. Мика. Что за Мика? Сейчас посмотрим, что такое это самое несчастное Мика. Тьфу ты, опечатка. Ага, слюда. Угу. Понятно. Короче, двери и прочее, камень как камень. Ничего сверхинтересного. Возвращаемся в игру. Пусть добывают. Так. Окей. Одна из комнат у меня есть. Теперь попробуем поставить дверь. Двери нету. Зато есть стол. Стол. Стол еще не готов. Окей. Ждем, пока его мне приготовят. Офис понадоб... Офис нужен будет буквально сразу, потому что это очень облегчает формирование заказов на постройке. Так. Стул сделали? Сделали. Ура. О, и дверь сделали. Аллилуйя. Так вот, зачем это все было нужно? Я нажимаю M, чтобы открыть экран ноблей, то бишь знати. сейчас я экспедишн лидеру назначу еще несколько задач. Он у меня будет менеджером, брокером, вот почему-то они любят его переставлять вверх-вниз, и буккипером. Для буккипера я сразу указываю максимальную точность. Буккипер нужен в первую очередь для того, чтобы знать, сколько чего у меня есть. точность она как бы замедляет процесс, но зато я знаю точно, сколько есть, а не сколько знаков в этом деле. Там типа первую, вторую, третью цифру. Так, здесь я делаю комнату и назначаю ее соответственно менеджеру. Теперь можно посмотреть, вот у него require был красный, теперь require белый. Это замечательно, потому что теперь я могу нажать J M и здесь можно создать новые приказы. То есть, например, я заказываю кровати в количестве, ну пусть будет 11 штук. За одной я заказываю чест, ну то бишь сундук деревянный, тоже 11 штук. шкаф, шкаф пусть будет каменный, 11 и закажу двери. Двери можно заказать побольше, штучек 30. Потому что там их нужно ставить практически везде, это то, что лишним просто никогда не бывает. Все, менеджер пошел работать. менеджерить, так сказать. Камень сюда уже сложили. Там пока стройка еще толком не началась. Нет, тут кошаки бегают. Надеюсь, что к к к к к к к к к это не приведет в обозримом будущем. В крайнем случае нужно будет пробовать заранее их всех обкастрировать. Тут такая опция теперь с определенного момента появилась. Кровати мне еще не начали делать. Если и начали, то не доделали. К сожалению, я постоянно путаю кнопки вверх и вниз. Я надеюсь, что это не смертельно. собственно, что тут у нас происходит? У нас это что, костыль что ли? Да, это костыль. И такое здесь тоже оказывается есть. О, мне где-то сделали дверь. Я видел, что ее потащили. О, и кровать мне сделали. Да, дверь одна есть. О, есть еще. О, у меня два шкафа есть. Хорошо. Так, а вот сундуков у меня нет. Да, если что, то в качестве основного источника информации я использую статью с двор вики «Быстрый старт», и именно ей руководствуюсь для всех этих построек. Так, ура, у меня теперь есть ферма. Я на все сезоны назначаю пламп хелмец. Они растут постоянно, из них можно готовить вино, их можно жрать так, просто из них можно готовить, для готовки нужно два техники ингредиента. Так, что у меня там на складах? О, появился сундучок. это хорошо, тут постройка двигается. О, отлично, теперь так, чтобы построить контейнер нужно нажать «Build H», ничего, у меня даже два теперь есть сундука, ну, поставлю соответственно в соседние. И «Spider Silk» это не сундуки, потому что там можно было увидеть. Так, отлично, вторая спальня можно сказать готова. Я выхожу из меню строительства, выбираю койку, говорю, что это будет спальня. Все. Смысл особо назначать для рядовых дворфов спальни нету, это просто геморрой, особенно когда народу становится много. Ну что ж, как бы некоторый такой минимум уже организован для того, чтобы у дворфов было, может, не очень счастливое, но хоть какое-то детство. Двери опять нет, этих самых нет. О, еще один сундук есть. На этом я на сегодня заканчиваю, но мы продолжим, потому что основание крепости еще ни разу не завершилось, но я не хочу при этом делать серии слишком длинными, потому что серию основания крепости легко может затянуться на час-полтора, стоит на два. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям, но я еще вернусь. Всем спасибо, всем пока.